МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Взгорели дотлан. В деревне Макарова огонь уничтожил два деревянных дома. В нашем эфире интервью с очевидцем и кадр происшествия. Требуется помощь. В оригинальном центре добровольчества объявлен набор волонтеров для помощи самоизолированным гражданам и болеющим коронавирусной инфекцией. Как собрать ребенка в школу и сколько это стоит? С таким вопросом наша съемочная группа отправилась по местным магазинам. Что из этого вышло? Череда пожаров продолжается. Дотла в деревне Макарова сгорели расселенные здания и жилой 12-квартирный дом. Подробности у Катрины Тайбарей. Эти кадры были сняты 3 августа. Пожар в деревне Макарова надел немало шума. Сгорело сразу две деревянные двухэтажки. Одна расселенная, в другой жили люди. Первыми к тушению пожара приступили местные жители. Один из них Андрей Канев. Мы были где-то работаем, с того дома, с второго этажа увидели, что дым идет. А дым откуда шел? Дым шел с другого объекта, с дома, двухэтажного. Вот мы туда пришли на помощь. Там уже все жители присоединились с ведрами и мы начали тушить. Вооружившись двумя огнетушителями и ведрами с водой, жители Макарова пытались потушить пожар и предотвратить переход огня на соседнее здание. Но безуспешно. С первого дома перешло на второй. Ветер долг именно в сторону второго дома. Так его не смогли потушить. Помогали жителям, кто там жил, имущество вытащить. Сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пункт связи около пяти часов вечера. Оперативные службы незамедлительно отправились на место происшествия. На место пожара были направлены две автоцистерны, три мотопомпы, которые были установлены на естественный водоисточник. Общее количество задействованного личного состава составило 10 человек. Также на месте пожара находились жители деревни, которые оказывали помощь в спасении имущества. На полную ликвидацию горения и последствий пожара ушло около девяти часов. Общая площадь горения, по имеющимся данным, составила 900 квадратных метров. Один расселённый, 12-квартирный деревянный дом. Второй идентичный, но тот, второй дом был жилой. Там проживали три семьи, то есть три квартиры. Сейчас дознаватели выясняют все обстоятельства случившегося. Опрашиваются очевидцы. Угрозы повторного возгорания нет. Семьям пострадавших от пожара необходимо провести подсчёт убытков и прибыть в отдел МЧС для проведения процессуальной проверки. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности. Катрина Тайбарей, Антон Бодряков, Телеканал «Север». За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 8 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нинницкому автономному округу и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1620 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1543 человека. 56 из них за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 15 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 311 человек. Из них стационарное лечение получает 68 человек, амбулаторное – 243. С начала пандемии проведено 33 950 ПЦР-исследований на выявление инфекции. На учёте в Управлении Роспотребнадзора состоят 784 человека. Напоминаем, что в Нинницком автономном округе действует режим повышенной готовности – обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Эпид-обстановка в Нинницком округе стала одной из центральных тем оперативного совещания, которое накануне провёл Юрий Бездудный. У главы региона накопилось немало вопросов к руководителю Департамента здравоохранения. Елена Левина озвучила основную ковидную статистику. По её словам, на сегодняшний день в регионе свыше трёх сотен заболевших коронавирусной инфекцией. Есть тяжёлые больные. По состоянию на сегодня у нас там находится 62 человека, 20 натворительных, 24 средних, 4 тяжёлых и 7 в крайней степени дяжести. Реанимация у нас открыта 9 койок, на 8 койках лежат пациенты. Все обеспечиваются подачей кислорода через ИВЛ. Елена Степановна, понимаю, что не всё Вы нам рассказали, что есть ещё информация, которую Вы, мягко говоря, не договариваете. Мы теряем людей. Да, у нас за выходные и вчерашний день ушло 6 пациентов. Это что за пациенты? Они были крайне тяжёлые. Там возраст, там под 100 лет. Что это за пациенты? Мы кого теряем? Ну 6 человек за последние дни. Ну страшная цифра. Это пациенты старшего родственного группы, самому молодому 53 года, самому старшему 82 года. Елена Степановна, мне тоже практически 53. Это что? Какие-то осложнения хронические. Почему мы теряем людей? Вот основной вопрос, который я задаю изо дня в день. Мы почему людей теряем? Я понимаю, что не все вакцинированы. Есть люди просто замороченные, категорически не хотят. Но видите, сама жизнь всё равно подтолкнёт их к вакцинации. Ну это пациенты, все, которые ушли, пациенты, это пациенты, у которых не было вакцинации вообще. Это не вакцинированные. Глава региона также поинтересовался, сколько человек из числа вакцинированных от коронавирусной инфекции всё же загремели на больничной окойке. У нас на сегодняшний день вакцинировано 13 724 человека. Из них 120 человек закончили вакцинацию и заболели новой коронавирусной инфекцией. То есть это меньше 0,01%? Нет, это 0,9%. До процента. Исходя из той статистики, которая у нас в регионе, то у нас вакцинация показывает значительно хороший уровень защищённости наших граждан. Потому что в среднем считается, что если 95% населения закрыто, то есть 5% может заболеть, то эффект достигнут. У нас получается 1% пациентов выпадает из полностью защищённой группы населения. Они, если даже заболели, то в какой форме протекает болезнь? Эти пациенты у нас заболевают, и состояние у них не углубляется дальше в средней степени тяжести. Но в средне-тяжелом состоянии находится 2-3 дня. То есть можно сказать, что достаточно легко всё проходит? В принципе, если сравнить, потому как течёт третья волна, она намного тяжелее, чем предыдущая. То есть там пациенты ухудшаются быстрее, течение удлиняется. То пациенты, которые вакцинированы, они выходят намного быстрее. И потребление лекарств у них тоже гораздо меньше идёт. Также в ходе оперативного совещания глава региона заявил, что готов предоставить свой служебный автомобиль для нужд автоволонтёров, которые разводят продукты и лекарства для заболевших. Сейчас в рядах добровольцев также нуждаются и в неравнодушных гражданах, которые готовы вступить в ряды волонтёров для помощи людям, которые оказались на самоизоляции. Антонина Веснина уже более года занимается волонтёрской деятельностью. Пандемия коронавируса сподвигла девушку уделять хорошему делу больше времени. Делая мир добрее и помогая всем тем, кто в этом нуждается, Антонина делает счастливее саму себя. Участие в волонтёрской деятельности мне даёт определённое душевное удовлетворение, что я помогаю, что я делаю что-то полезное в этом мире, что я живу не зря. Вот так с улыбкой почти каждый день волонтёр помогает нашим землякам. Добрые дела должны идти от сердца. Таков жизненный девиз Антонины. Это должно быть определённой потребностью человека. Если он хочет помогать людям, он должен это делать. Ну то есть нельзя себя заставить. Если ты будешь делать это через силу, это не будет, так скажем, тебе в удовольствие. Это нужно делать, если ты захотел, ты должен это делать. Сегодня достаточно большое количество человек находится на учёте в региональном управлении Роспотребнадзора, как близко контактировавшие с заболевшими. Среди них и одинокие лица старшего возраста, которым нужна помощь в обыденных делах. Антонина в свободное время почти ежедневно принимает заявки по доставке лекарств. Перед каждым выездом на дом волонтёр проходит инструктаж, получает средства индивидуальной защиты и получает список заявок. Сейчас приходишь в аптеку, говоришь, что ты волонтёр, который едет развозить лекарства. Имя, фамилию, там записывают твое имя, фамилию. Ты берёшь пакетики, обязательно масочки надеваешь, перчаточки надеваешь. Получив задание и прослушав инструктаж, волонтёр идёт в аптеку. Получает лекарственные препараты, подписав все документы. Выезжает на адреса для доставки. Здравствуйте, возьмите, пожалуйста, лекарства. С соблюдением социальной дистанции Антонина выполняет свою задачу и выезжает на следующий адрес. На сегодняшний день более 20 волонтёров помогают самоизолированным гражданам. Добровольцев совсем не хватает, ведь на карантине дома находится уже более 780 человек. Было бы здорово, если бы неравнодушные граждане, а ещё и если они на своём автомобиле присоединились к нам, помогли нам в этом нелёгком, но благородном деле. Если у вас есть желание помочь всем нуждающимся, вы можете вступить в ряды волонтёров. Для этого вам нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте добро.ру и пройти обучение. Более подробную информацию о наборе добровольцев вы можете узнать, обратившись в ресурсный центр добровольчества по короткому номеру 60188. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Для НИССи разрабатывают проект берегоукрепительных сооружений. Специалисты из проектного бюро «Волна» провели в селе полный комплекс инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации. Цена контракта, заключённого с подрядчиком, порядка 11 миллионов рублей. Источник финансирования – бюджет Ненецкого округа. Результатом инженерных изысканий должен стать технический отчёт с информацией о земельных участках, подверженных негативному воздействию вод и нуждающихся в берегоукреплении, а также информация о способах и объёмах необходимых работ. По информации Департамента природных ресурсов, экологии и АПК, в границах села НЕС происходит ежегодное разрушение береговой полосы. Из-за эрозии посёлок ежегодно теряют до 0,6 гектара. По результатам обследования выделено 7 участков общей протяжённостью 3000 метров, подверженных эрозии и нуждающихся в берегоукреплении. Из них участок протяжённостью 741 метр требует срочного укрепления. В зоне обрушения попадают 16 жилых домов и 3 производственных объекта. Сколько стоит так называемый борщевой набор в сёлах Ненецкого округа? Этот вопрос представители окружной власти обсудили в режиме видеоконференц-связи с главами муниципалитетов и региональными предпринимателями из Каратайки, Омы, Нижней Пёши и Уськары. Александра Литкова продолжит. 180 рублей за килограмм свёклы и столько же за морковь. Капуста, лук и картофель тоже стоят в среднем от 100 до 130 рублей. Такие цены на борщевой набор в посёлке Каратайка. Наценка на овощи здесь составляет 100% от закупочной цены. Как говорят бизнесмены, виной всему сложная логистика. Продукты в посёлок завозят из Воркуты вездеходом, который может находиться в пути сутки, а то и трое. Буськару продукты также завозят из Воркуты. Морковь и свёкла здесь, например, обойдутся покупателям в 200 рублей за килограмм. В Харивер товары доставляются из Кирова до Усинска поездом, затем вертолётом в посёлок. Цены здесь намного ниже по сравнению с остальными сёлами. Цена от поставщика и сложная логистика в регионе – эти два фактора и формируют конечную стоимость продуктов в Ненецком округе. На сегодняшний день в регионе действует субсидирование на доставку 19 видов товаров для предпринимателей, которые осуществляют деятельность в окружных сёлах. С начала текущего года была субсидирована доставка 730 тонн продуктов на сумму порядка 43 миллионов рублей. Возьмём, например, доставку в отдалённые населённые пункты, вот тоже в Бугрино. Там где-то, ну, по-моему, уже 600 тысяч рейс. Если стоимость рейса около 600 тысяч, а переводится там 2 тонны 200, то получается 270, а то и больше рублей на килограмм. И если не будет субсидирования, понятно, что тогда стоимость товара будет, вот это только транспортная 270, а остальная стоимость поставщика, тогда цены будут зашкаливать заоблачные. Наталья Кордакова также добавила, что региональным предпринимателям в Каратайке и Усть-Каре рекомендуется поменять поставщика. Возможности для этого есть. Следующий сеанс онлайн-конференции по вопросу стоимости товаров с муниципалитетами запланирован на сентябрь. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Как собрать ребёнка в школу и сколько это стоит? Таким вопросом задалась съёмочная группа телеканала «Север». Мои коллеги отправились в магазин с канцелярией и про школьную форму также не забыли. О том, сколько денег в этом году придётся потратить на первоклассника, знает Елизавета Кабанова. Готовиться к школе нужно заранее. Многие родители уже начали покупать своему ребёнку обувь, одежду и спортивную форму. Но без тетрадок, ручек и другой канцелярии ни один школьник обойтись не может. Карандаши разных цветов, ручки в виде животных, альбомы для рисования на любой вкус и цвет. У детей, конечно же, разбегаются глаза. Особенно у тех, кто только идёт в первый класс. А чтобы ничего не пропустить и при этом пойти на компромисс со школьником, родители и их дети часто ходят закупаться вместе. Ну, заранее одежду, к примеру, мы покупали в Кирове, там одевались. Ну, а канцтовары здесь, потому что потом, мне кажется, будет большая очередь. И не дай бог, что-то забудешь, что-то из головы вылетит. И так ещё время есть, можно будет забежать и приобрести, если чего-то не хватает. Как с нами поделилась Марина, собрать старшую дочь в школу намного выгоднее и гораздо быстрее. С первоклашкой же всё сложнее. Цветные краски хочу такие и такие. И вот тут тетрадочку, а ещё пластилин. Ну и куда же мы без цветных карандашей? Ажиотажа пока нет. Поэтому выбор большой и можно подольше рассматривать канцелярию. Ведь учиться в школе, если у тебя в пенале ручка или карандаш с любимым героем, весело и приятно. Народу очень мало. Может быть, с того, что болеет, может быть, кто-то в отпусках, кто-то в интернете закупается. Поэтому народу очень мало. На стандартный набор первоклашки по пять тетрадок в клетку и линейку, обложки, рюкзак, всё для труда и рисования, а также полный пенал ручек, карандашей и всего прочего может уйти от двух до трёх тысяч. Наш рюкзак обошёлся в 2800. Впрочем, мы забыли взять дневник, фартук и клей-карандаш. Но зато у нас была не проливайка для рисования. А дальше мы отправились за школьной формой. Вот смотрите, вот так получается, да? Девочек, по словам продавца, собрать в школу сложнее. Пару блузок, нарядную и на повседневку, юбка, сарафан, колготки и, конечно же, туфли. С мальчиком всё попроще – брюки, жилетка, также пару рубашек и туфли. С теми, кто уже ходит в школу не первый год, ситуация легче. Обычно с предыдущего года остаются вещи, которые можно надеть и в новом учебном году. Сложнее, наверное, одеть первоклашек, потому что им же надо всё купить. И блузки, и сарафанчики, и школьную форму, и всё. Есть такие покупатели, которые, допустим, выпускной в садике, они что-то покупали уже на этот выпускной, такое, чтобы потом пойти и в первый класс. В среднем школьная форма для первоклашки обходится в 7 тысяч рублей. Но это, если покупать только самое основное. Получается, чтобы отправить ребёнка в первый класс, в месяц к канцелярии придётся заплатить около 10 тысяч. Хорошим подспорьем для семейного бюджета становится выплата по президентскому указу. Те семьи, кто в прошлом году не получал выплаты на детей, могут обратиться в клиентские службы пенсионного фонда для подачи заявления. Причём независимо от места жительства. А для тех, кто подавал заявление на единовременную выплату в прошлом году, всё намного проще. Самый основной канал – это госуслуги. Поскольку на госуслугах те, кто в прошлом году получал выплаты детские, уже имеются заявления, заполненные практически, сведения о которых нужно заявлений просто подтвердить, либо в случае изменения просто внести изменения. То есть приоритет, конечно, вот этой форме обращения. Но есть такие категории, как опекуны и попечители, которые должны подтвердить в необходимых случаях свой статус. Поэтому они, как правило, обращаются все через клиентские службы пенсионного фонда. Новые выплаты помогают, но полностью расходы, конечно же, не покроют. Для нашего вымышленного первоклашки мы, например, не смотрели специальные прописи, рабочие тетради и различные пособия. А это ещё как минимум пару тысяч. Собрать детей в школу в Ненецком округе – не самое дешёвое удовольствие. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север». 12 августа будет отмечаться Международный день молодёжи. Основная цель праздника – напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира. В преддверии праздника для молодого поколения Ненецкого округа региональный центр молодёжной политики организовал фотоконкурс «Молодёжный формат». Фотоконкурс пройдёт по пяти номинациям. Молодёжь и добро, молодёжь и спорт, молодёжь и творчество, молодёжь и культура, молодёжь и путешествия. Это должны быть фотоработы, отражающие моменты из жизни в какой-либо деятельности, то есть, соответственно, номинации. Целью фотоконкурса является стимулирование творческой, познавательной и социальной активности молодёжи. Для участия в конкурсе необходимо выбрать номинацию и представить свою работу на рассмотрение жюри. Подведение итогов пройдёт с 10 по 12 августа, после чего будут известны лучшие работы. Награждение победителей пройдёт в Международный день молодёжи. Более подробную информацию о фотоконкурсе можно узнать на официальной странице регионального центра молодёжной политики в социальной сети ВКонтакте. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.